Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин 4точки. Профессиональные эксперты в области шин и колесных дисков. Традиционное приветствие от нас двоих, моего друга Андрея Назарова и меня Владимира Вавилова. Я чуть-чуть изменил начало нашей передачи, нашего обзора, для того, чтобы не быть, как бы сказать, как подбумажки, да, мы все это делаем. Будем сегодня свободными. Итак, я и Андрей сегодня представляем шину коммерческого типа Hi-Fly Super 2000. Мой оригинальный сегодня компаньон по этому обзору Владимир уже назвал модель, которую мы сегодня будем рассматривать. А я хочу сделать небольшой экскурс в историю шинного бренда Hi-Fly. И первое, что хочу отметить, это, наверное, один из самых молодых шинных брендов, который на сегодняшний день в принципе представлен даже не только на российском, а на мировом шинном рынке. Он сколько ему, лет 10 всего лишь? С 2007 года ведет свою историю, чуть больше 10 лет. Да, чуть больше 10 лет. И уже, так сказать, завоевал рынок Европы, Америки и других стран. Сколько заводов там? Четыре завода, на них работает более четырех тысяч человек. И производят грузовых, ты говоришь, восемь сколько? Нет, ну, грузовых и автобусных шин четыре миллиона, а вот легковых четырнадцать. Четырнадцать. И входит в тридцатку крупнейших мировых шинных производителей. И на сегодняшний день эта шина, которая популярна, я уже еще раз повторюсь, особенно в Великобритании. Я посмотрел очень много отзывов. Крупнейшие интернет-магазины этой страны продают и рекламируют эту шину именно по сочетанию цены и качества. Что еще можно сказать? Хайфлайни, вот Шандунь, все время я путаю Шандунь, Хэйфенк Раббер. Да, концерн называется Шандунь Хэйфенк Раббер. Кроме него еще входят туда бренды Кэчленд, Овэйшн и Оникс. Сама компания Шандунь появилась в 1987 году. Тоже, на самом деле, очень молодая. Обязательно стоит отметить, что, во-первых, не только в Англии шинный бренд популярен. Представительства имеются на всех континентах, представлены более чем в 100 странах. И вот такого, по сути, ошеломительного успеха и в такой короткий период удалось добиться во многом благодаря тому, что компания тесно сотрудничает с ведущими шинными производителями из Европы, Америки и Японии. Менеджмент компания не называет с кем именно, но говорит, что именно благодаря этому сотрудничеству удалось добиться так быстро производства сверхвысокоточной продукции. Они, грубо говоря, не стали изобретать велосипед, а просто взяли уже какие-то наработки технологию других производителей. И использовали невероятно стремительный рывок. И использовали их в производстве. Добиться, да, это помогло невероятного результата. Ну, а теперь, пожалуй, перейдем непосредственно к герою нашего сегодняшнего обзора. Это модель с громким названием Super 2000. Модель разрабатывалась специально для коммерческого транспорта. Производится в диаметрах от 12 до 16 в очень широком ряду типоразмеров. То есть, с различными сочетаниями ширины. На Газель есть? Безусловно. И на Газель, на Газель-Некс. В общем, на все модификации нашей родной Газели. Но и не только на все модификации нашей родной Газели. Но и практически на весь коммерческий транспорт. Коммерческий транспорт, который в принципе можно увидеть на наших дорогах. Это одно из таких ключевых преимуществ. Потому что данную модель вы без какого-либо труда сможете найти для своего коммерческого автомобиля. У нас размер здесь тоже самый популярный. 195-75R16C. 8PR. То есть, это норма слойности 8. Для профессионалов понятно, что это такое. Для любителей и начинающих вкратце объясню. То есть, до 1946 года машины были диагональные. Но в принципе, до 70-х годов это касалось грузовых шин. Каркас накладывался от одной стороны шины до другой под 45 градусов. Количество слоев кордов в боковине было 4, 6, 8, 10. Шина получалась жесткая, как труба. Но при этом она была неубиваемая. Начиная с 40-х годов, это в легковых, а в 70-х в грузовых. Каркас стал одинарный или двухслойный. Радиальный. Но норма слойности имеется в виду, что способность нести нагрузку боковины и сопротивляться ударам соответствует прежним 4, 8, 6, 10 слоям корды, как раньше. Здесь 8PR. Восьмислойная. То есть, соответственно, эта шина способна нести достаточно высокую нагрузку. Индекс скорости нагрузки здесь 107-105R. Ну и также производитель отмечает, что наличие усиленного каркаса и усиленной боковины позволяет не только нести ту нагрузку, которая указана на боковине в виде индекса несущей способности, но и шина отлично переваривает сверхнагрузку. И кроме того, вот эта технология усиленной боковины позволяет крайне эффективно противостоять проколам и повреждениям при ударах. А при эксплуатации на наших дорогах, к сожалению, это зачастую крайне полезный инструмент. Повредить шину где-то вдали от города и сервиса это крайне неприятная вещь. И вот с шинами Hi-Fly Super 2000 вы минимизируете этот риск настолько, насколько это возможно. Ну 80% повреждений это, конечно, грыжа у нас. То есть это разрыв каркаса и когда у вас появляется вот это выпуклость на боковине. Конечно же, я согласен с Андреем, что боковина во многом противостоит здесь. Ну по порезам, конечно, здесь достаточно проблематично об этом говорить. А об ударах, да, я согласен. Именно нормы слойности и сама боковина. Дело в том, что посадочная зона здесь достаточно твердая. И заведена вот этот усилитель самой резиновой смеси достаточно высоко. То есть комфортная зона, она вот здесь не небольшая. А вот именно зона, которая отвечает за устойчивость к нагрузкам и ударам, она высокая. Именно она достаточно твердая. Я уже говорил в некоторых обзорах, сейчас повторюсь, что обычно в ямах страдает передняя часть, а задняя часть обычно притирается к бордюрам. Потому что вы отчасти как бы подтягиваете заднюю ось именно в коммерческом транспорте. Поэтому рисунок здесь асимметричный, да, и он напоминает полностью на практически грузовой рисунок грузовой шины. Также бросается в глаза три ярко выраженных водоотводящих продольных сплошных канала. Их геометрия достаточно впечатлительные результаты имеет. Ну да, зигзагообразная. А именно глубина этого протектора почти 9 миллиметров, если быть точным. Ну 8,8. 8,8. Ширина каждого канала 8 миллиметров. Это позволяет эвакуировать существенное количество воды из пятна контакта в единицу времени. Тем самым достаточно высоко отодвигая порог наступления эффекта аквапланирования. Это обеспечивает невероятно высокое ощущение безопасности при передвижении по ободненным участкам дороги. Это крайне важно, особенно если вы передвигаетесь до достаточно высокой скорости. И во время дожде. При этом это одна из ключевых особенностей, которую закладывает любой производитель шину. Это максимально эффективное поведение на сырой дороге. Ну всегда говорят, что зимой самое опасное покрытие это лед, а летом это вода. Совершенно и модно. Поэтому такое планирование сцепления на влажном покрытии одна из главных характеристик для шины именно в летний период. Поэтому производитель здесь сделал небольшое количество ламелей, как в плечевых блоках, так и в центральных блоках. Вот у нас есть с вами два опорных ребра, которые состоят из блоков такой трапециевидной формы. Каналы у нас зигзагообразные. Здесь производитель еще подумал о том, что вы можете ездить и по проселочным дорогам для того, чтобы создавать хотя бы небольшую тягу. Два плечевых сплошных ребра. Опять это четкое повторение грузового рисунка, чтобы сохранить плоскость пятна контакта, иметь максимальное сцепление и иметь возможность нести долгое время нагрузку, а именно груз, который вы перевозите. Я бы еще хотел упомянуть специально разработанный для этой модели состав резиновой смеси, благодаря которому производитель утверждает, что удалось максимально, насколько это возможно для такого типа шин, снизить сопротивление качению и добиться эффекта экономии топлива. Кроме того, существенно возросла ходимость данной модели. И дальше мы еще коснемся отзывов из интернета, которые мы нашли. Там в отзывах упоминаются пробеги свыше 100 тысяч километров. И это очень такие впечатляющие результаты для такого типа шин. Ну, твердость шина здесь мы замерили 66,5 единиц. Это, в принципе, нормально для колеса такого плана. По строению здесь двухслойный каркас из полиэстера, слой нейлона и двухслойный брекер. Отчасти мы уже говорили об устойчивости боковины, к нагрузкам и ударам. Вес шины в этом размере 1,7 килограмма. Ну, и обсудив характеристики технические, мы ни в коем образе не можем не озвучить и не обозначить, пожалуй, самое главное преимущество данной модели. Это ее стоимость. Шина Hi-Fly Super 2000 по стоимости абсолютно сопоставима, а даже немного дешевле, чем знаменитые представители российской шинной индустрии, такие как Кама, Кордиант, Форвард. То есть соотношение цена-качество у модели Super 2000 настолько невероятно успешное, что мало кто из конкурентов даже приблизиться может по этой характеристике к этой модели. Ну, и надеемся, что в этом сезоне это станет ключевым фактором, который позволит вам покупать эту шину. Также мы, как всегда, обратились к изучению отзывов в интернете. Они представлены о данной модели. Что можно отметить? Ну, кроме высокой ходимости, о которой мы уже сказали, пользователи отмечают хорошую геометрию шины и малое количество корректирующих грузов, которые необходимы при балансировке шин. То есть ровные, без какого-либо дисбаланса, ходимые и очень адекватные по цене. А что еще нужно? Ну, я думаю, на этом стоит закончить уже наш обзор. Мы не будем вас утомлять. Вы можете найти эти отзывы в интернете. Они действительно существуют. И эти отзывы, они действительно положительные в большинстве своем. Поэтому мы уже готовим следующие обзоры для вас. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, Telegram и Dzen. Ну, а я желаю вам успешных дорог и хорошего передвижения. До свидания.